да всем привет знаете клиенты ко мне приходят очень часто запросом я процитирую его он звучит как 30 лет они хрена нет и им очень больно от этого но больно не от того что нет машины квартиры больно от того что очень высокие физические интеллектуальные способности на закончили лучшие вузы страны они сделали способности были чтобы сделать но вот не хватило той самой самой мотивации я татьяна минаева я не понаслышке знаю про сам мотивацию меня были разные состояния в жизни было когда я много лет бешено работала по 14 часов в сутки семь дней в неделю и на меня люди смотрели как на совершенно паранормальное явление что такого не бывает да как так конечно мой генеральный директор очень профессионально подпитывал мою мотивацию фразами тань ты когда-нибудь видела миллионера который работает по 8 часов в день я действительно думала нет не видела и работала естественно по 14 таня ты видела там хочешь быстрого карьерного роста чтобы стать экспертом нужно 10 тысяч часов вот 10 тыс часов от 5 лет хочешь пораньше упаку их в три года у меня было очень много причин там мотивироваться я успешно восемь с половиной лет на него проработала но я сейчас пришла в свое собственное направление логичное продолжение моей карьеры по поводу того что еще было разное у меня была полуторагодовая депрессия в связи с потерей близкого человека которые это было очень серое состояние с которого было очень сложно выбраться и я выбиралась с помощью российских иностранных потусторонних психологов что только не пробовала поделюсь с вами разными работающими инструментами не были стадии эмоционального выгорания когда ты просыпаешься спишь по 10-12 часов просыпаешься и завтракаешь и снова хочешь спать потому что все тело не работает физически по анализам все все идеально но не работает и я расскажу про инструменты которые действуют действует практически в стопроцентных случаях а что нужно делать чтобы вывести себя из одного состояния в другое но хоть на маленькая ссылочка да если кто-то признаки эмоционального выгорания почувствовал все-таки это ну зачастую к психологам это тема из которой сложно самостоятельно выбраться по поводу самомотивации я сегодня буду говорить про некий набор инструментов когда ты не хочешь и не делаешь и как с помощью этих инструментов перейти в хочу и делаю когда я спрашиваю своих друзей я часто интересуюсь вопросом а собственно у тебя будет станет когда нифига не хочется и как ты с помощью чего ты переходишь в другое состояние и почти каждый мне отвечает тань дай подумать вот дай мне время серьезно тебе 30 лет тебе нужно еще время чтобы подумать нас для любого действия тебе нужна энергия прошло 30 лет а ты не умеешь себя активировать эту энергию потому что это ключевое для того чтобы ты побежал работать и большая проблема что мы не изучаем себя да все что угодно изучаем как устроены двигатели внутреннего сгорания да как работают crm-системы но мы не изучаем себя что мы можем на что способны и хотя есть алгоритмы они давно они там про них вам буддизм рассказывает они открыты психологии есть алгоритмы когда переходить в одно состояние в другое есть наверняка слышали про центр алина кара да по борьбе с зависимостями там одна сессия который длится 6 часов она может она 7 после того как ты прослушаешь ее 70 процентов людей перестают курить после одной сессии 90 процентов бросает курить после трех таких сессий и причем знаете вообще удивительно что все равно кто ведет яркий харизматичный ведущий либо человек по бумажке читает нам просто вшиты алгоритмы которые рушат ваши там 11 12 установок благодаря которым такая устойчивая конверсия эти алгоритмы мы с вами в продажах используем скрипты которые побуждают человеку купить до увеличивается там теперь не 2 из 10 там а 8 из 10 покупает потому что есть алгоритмы и вот ключевая такая моя мысль что у каждого из нас должна быть инструкция вот этот набор алгоритмов как у стиральной машинки есть инструкция как она запускается также у вас я с вами поделюсь теми алгоритмами которые работают там и у меня есть там с другими людьми но вот прямо последняя маленькая вставка да кто мы да что когда мы изучаем может человека изучаем и чтобы понять человека необходимым кит составные части разложить на тоже сложно комплексная система я вот условно так выделю что это мы это такой шаблон на поведение набор шаблонов поведения мы почему-то делаем или не делаем зависит от нескольких вещей во-первых от знаний ну вот сидит моя сотрудница например очень долго как-то я подборе персонала работала она очень долго сидела надо резюме медитировала не хотела звонить и горе оль что происходит на горит дурацкой вакансии никто не хочет ехать подмосковье находится и рауль смеешься что ли это вообще лур это вакансия фармкомпании ближайшее производство в подмосковье там лучше оборудование лучшие менеджеры просто мечта для химиков аналитиков идеальный нет для них вакансии они не найдут ближайшие там за сотни километров она получила другое знание и она тут же замотивировалась он тут же стала звонить и моментально мы закрыли вакансию это одно небольшое маленькое знание которое ее активировала это навыки знания дамы шаблон поведения зависим от знаний которые у нас есть от навыков это отличная штука от знаний потому что мне два года тренер по волейболу говоришь нужно оттягиваться от сетки и но никто не мог это сделать пока он одно упражнение не дал когда нужно сто раз повторить туда все быстро Greg же и навык сформировали вот знания навыки наши личностные характеристики прям врожденные личностные характеристики есть такие вещь как экстраверсии интроверсия ее никуда не деть а это не про общительность это про то как у нас скорость психических процессов увеличивается когда есть раздражители у экстравертов а у интровертов набору от уменьшается при скорости психических процессов, когда есть вокруг раздражители, но это означает, что если ты хочешь себя, если ты экстраверт, то тебе показано дома работать, тебе нужно выйти в какую-то такую динамичную структуру, да, хотя бы в кафе, такой простой инструмент, который экстраверт должен знать про себя, иначе потухнет он, и мои подруги как-то тренинг проводили в компании Intel, и там, знаете, было постоянно, там у них были активные слезы экстраверты, и такие сотрудники, которые за техническую часть интроверты отвечали, и у них все время было такое недопонимание, что экстраверт такой приходит, кладет сумку свою и свои вещи к нему наставил, начинает что-то рассказывать, и интроверт думает, вот хам вообще, в торгсе мое пространство, мне нужно 15 минут, чтобы потом обратно в работу войти, но экстраверты тоже думают, вот хам, я тут ему праздник, принес информацию, а он, ну, так себя ведет, и это не про, там, хамство или эгоизм, это про наши внутренние врожденные характеристики, которые были, там, впервые, там, Юнгом описаны, да, сейчас, ну, более популярно, это, там, в теме соционики открыты, да, в иностранном литературе, тесты MBTI, может быть, слышали, это такие вещи, которые я очень рекомендую почитать, потому что они вам, они дают информацию про ваши, ну, врожденные особенно, врожденные такие характеристики, которые вас где-то активируют или, наоборот, тормозят, в общем, это знания, навыки, личностные характеристики, наши мотивы, страхи, физическое, эмоциональное состояние и, да, и наши некие ограничивающие, и наши убеждения, это мы такой, состоим из нескольких элементов, их совокупность определяет, почему мы что-то делаем, либо что-то не делаем, и я поподробнее остановлюсь как раз про такие вещи, как самооценка, как ограничивающие убеждения, да, как там, ну, страхи, эмоции, как с ними бороться, потому что они в основном причина, почему мы не действуем. Я сейчас работаю карьерным консультантом, когда люди ко мне приходят, они хотят устроиться на работу, то я могу им либо, ну, не работает показать им составить резюме, подготовить к собеседованию, я 50 либо 70 процентов времени работаю с их самооценкой, вот в этом проблема, неудобно себя хвалить, неприятно. Ключевое первое упражнение по работе самооценка — это написать 20 своих сильных сторон. Сможете написать сейчас? Почему? Да, легко. Ну, очень многие, вот сейчас, да, если есть возможность, попробуйте, большинство людей ставят цифру 1 и задумываются, это повально, это очень, это очень печально, такая большая статистика, и, ну, я про свои сильные стороны могу очень долго говорить про одну только коммуникабельность, могу вам столько всего рассказать, как она проявляется. И второй пункт, да, если вы уже написали 20 своих сильных сторон, а это ключевое, вы должны там осознавать, кто вы, на что вы способны, это тот ресурс, на который мы опираемся. Второй пункт — это работа с вашими слабыми сторонами, точнее, то, что вы считаете своими слабыми сторонами, мне как-то подруга говорит, Тань, я вот хочу проводить очень, ну, мне нравится в Москве открывать новые места, я хочу экскурсии проводить, мне кажется, это так интересно, не по классическим туристическим местам ходить, а по необычным, я говорю, отличная идея, это очень здорово, это так редко, давай, она говорит, я не могу, я говорю, почему, она говорит, я косноязычная, я говорю, кто тебе сказал, она говорит, молодой человек, я говорю, давно, 5 лет назад, вот, а чтобы вы понимали, 5 лет назад она из, ну, региона в Москву переехала, она только закончила вуз, вузе у нас не учат навыкам презентации, за это время она 5 лет проработала в иностранной рекрутинговой компании, она постоянно общалась, ее 80% общения, это была коммуникация с кандидатами или с клиентами, а там, ну, не выпустят человека косноязычного работать с клиентами, это были банки, да, очень серьезный консалтинг требует, поэтому, конечно, у нее было все хорошо с коммуникацией. Вопрос в том, что она решила про себя 5 лет назад и до сих пор жила с этой установкой. И вот второе упражнение после того, как написать свои сильные стороны, это написать какие-то вещи, которые вас, ну, которые вам не нравятся в себе, вот, вы решили, что вы плохой спикер, вы плохой руководитель, да, вы не нравитесь, не знаю, мужчинам, женщинам, все, что угодно. Написать вот эти там, сколько у вас найдется пунктов и спросить себя, как давно вы это про себя решили, на основании чего. И следующий ключевой вопрос, а что говорит в пользу обратной версии? И вы увидите, что вы в пользу обратной версии найдете намного больше доказательств, а привязывайтесь к одной формулировке, которая несколько лет назад была в вашей жизни. И, ну, бывает, ну, обычно два этих упражнения, они очень хорошо действуют в плане работы, да, в плане, там, принятия себя. Лучше не фокусироваться на своих слабых сторонах, я стараюсь людям не давать это упражнение, но если не получится не фокусироваться, есть еще одно упражнение. Упражнение, когда вы пишете список сильных сторон, список слабых сторон, ну, и находите антонимы, условно антонимы, да, что когда ты настойчивый, ты можешь проявляться как навязчивый, да, когда ты дотошный, скрупулезный, ты можешь проявляться как зануда для кого-то в каких-то моментах. И вот это упражнение, когда вы видите вот эти противоположности, они приводят к тому, что вы себя, ну, что вы принимаете себя, вы осознаете, что ваша сильная сторона является, ваша слабая сторона является продолжением сильной. Сегодня кто-то спрашивал, как принять себя, да, вот это упражнение, оно очень хорошо помогает это сделать. Да, 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 тут вопрос фокусировки, да, сегодня правильно говоришь, что все, это, главное фокусироваться на том, что тебе дает энергию, да, если тебя при этом, если ты фокусируешься на своей слабой стороне, тебе дают энергию, ты очень хочешь это изменить, отлично. Но мы сегодня говорим про то, как активировать, да, что нам энергию даст, потому что дать энергию может одна фраза. У меня был период, когда я после 4 лет встала, проснулась, вот это своя бешеная, замотивированная, вообще вечно мотивированная, мне хотели схантись, мне предлагали больше денег, нет, обожаю свою работу, но как-то проснулась и поняла, что не хочу, не хочу, не мотивирует. Я позвонила своему руководителю, сказала, что я сегодня не приду, он сказал, почему, я говорю, ну вот просто не хочу, заплакала и положила трубку. У нас все было прямо честно, как есть, мы рассказывали. Вот, ко мне приехал генеральный директор вечером, ко мне приехала моя команда, спросили, что случилось. Я опять рассказываю, что вот не знаю, просто проснулась, поняла, что не хочу. Он говорит, о, поздравляю, ты в кризисе, а мы думали, когда это случится. Потом он мне объяснил, что кризис это очень прекрасное вообще поле для роста, он, да, он сделал очень все профессионально, очень правильно, хватило несколько минут вот этого диалога. Я потом снова была замотивирована и снова на такой бешеном темпе работала еще несколько лет. И это, ну, такой разворот мысли на 180 градусов, его психологи используют очень активно. Моя подруга пришла к психологу и говорит, что здесь у меня проблема. Я, ну, описывает она свою проблему, и он говорит, почему вы решили, что это моя проблема, что это ваша проблема. Он развернул на 180 градусов, она говорит, что действительно думает, что это я решила, что это моя проблема. Она начала в другую сторону думать, и это перестало ее беспокоить. И когда вы приходите и говорите, что у меня ничего нет, вам говорят, давайте посмотрим на то, что у вас есть. Это вот такой разворот на 180 градусов. Очень отлично работает. Это мы сегодня про это говорили, да, это там, по сути, с другой стороны посмотреть. Мы, потому что можем смотреть на наше прошлое и думать, вот красный диплом получили, ничего особенного. А можем посмотреть на то, что у нас такие, ну, отличные навыки вообще налаживания отношений, что мы там особо не учили, но вот благодаря тому, что с преподавателями налаживали контакт, очень быстро все получали. И вот это стоит взять, на это стоит опереться. То есть ты можешь посмотреть на свое прошлое, либо там нет, либо не найти там энергии, либо найти энергию, которая тебя активирует. Это что касается работы, да, с какими-то ограничивающими убеждениями, потому что у нас их полно, наши ограничивающими убеждениями, негативными какими-то установками. Но есть еще элемент, да, вот наш шаблон поведения, что влияет, кроме ограничивающих убеждений, там эмоции, наше эмоциональное состояние. Страхи, сомнения, чувство вины, переживания. И мне как-то позвонил мой партнер, он говорит, что все бесит, ничего не хочу. Я у него спросила, что случилось, у него есть еще одни партнеры по другому бизнесу, и он стал рассказывать про то, что они, ну они меня задолбали, они хотят, ну все их не устраивает, я не собираюсь себя ломать. Я говорю, что они хотят по факту. Они хотят, чтобы все было более срочно, а это нереально. Я говорю, то есть они хотят, чтобы все было по факту, чтобы все было вовремя. Он говорит, да. Говорю, а ты как хочешь. Он говорит, а я не хочу. Я понимаю, что со мной вообще-то умный человек разговаривает, но судя по тому, что он говорит, со мной не его мозг разговаривает. Если он говорит, что он не хочет, чтобы все было вовремя, он предприниматель, да, там не первый год. И здесь, ну, когда речь идёт об этом, тогда я позволяю человеку слить эмоции. То есть 20 или 30 минут он сливает свои эмоции, там нет конструктивного диалога, это нормально. У нас с вами у всех есть такое состояние, когда у нас есть эмоции, когда всё бесит, ничего не хочется. И вот здесь я не рекомендую вообще в одиночку оставаться. Здесь хорошо бы, чтобы у вас был человек, да, там, это могут быть друзья, это могут быть, ну, психологи, профессиональные коучи, потому что достаточно 20 минут, нам нужен другой человек для этого, очень сложно это делать со стеной, да, там, с ноутбуком, нам нужен другой человек. И у меня есть такие люди, когда у меня немного было сложных ситуаций, но когда вот там случилась одна очень тяжёлая ситуация, я уже знала, как выходить, я позвонила нескольким друзьям и сказала, я буду вам звонить, я буду плакать, я буду заводить бессмысленные вопросы, я буду по несколько раз их задавать, они не имеют ответов, я сама буду отвечать, ответы бессмысленные. И, ну, мне просто нужно слить эмоции, мне нужно набраться ресурса на дальнейшие действия. Это очень круто помогает, у каждого, ну, должен быть такой человек, у меня так, что это вот ваш инструмент. И это что касается, да, слива эмоций. Но, знаете, есть ещё такая неприятная штука, как чувство вины, она нас может десятилетиями преследовать, и это очень важно, с ним тоже побороться, потому что это всё сжирает энергию. Есть что-то, что вас активирует, а есть вот эти воронки, страхи, сомнения, чувства вины, они сжирают энергию, и вот вопрос, есть ли у вас эти алгоритмы по работе с этой энергией. И работать, ну, есть только один способ работать с чувством вины, это простить себя. Других просто не существует, вот это единственный способ. Да, оправдать себя, просто берёшь себя и оправдываешь. Если не получается, у меня был такой преподаватель по йоге, к которому я звонила, говорю, не могу себя оправдать, помоги мне. Она очень быстро оправдывала, потому что ты думаешь, у тебя и был какой-то набор знаний, и даже если ты знал, как поступить, у тебя было такое эмоциональное состояние, когда ты не мог по-другому. Тебя верни в ту же самую точку, ты сделаешь так же. И да, это единственный способ, и с ним надо тоже уметь работать, с чувством вины нужно вот эти все вещи, воронки, их чистить нужно. Что касается других элементов, мы говорили про шаблон поведения, что он зависит от наших знаний, навыков, личностных характеристик, мотивов, страхов, нашего физического, эмоционального состояния, наших убеждений. Желание. Сегодня мы много говорили про желание, но мало кто рассказывает две важные вещи. Первое, это когда вы ищете желание, нельзя делать это меньше, чем 30 минут, просто вот не рекомендую, потому что есть где-то, вот вы сидите, желательно напротив человека посадить, который вот будет вас спрашивать, что ты хочешь, зачем тебе это, что ты хочешь, зачем тебе это. Это минимум 30 минут, это из себя вытаскиваешь, это очень неправда, это работа, это труд, который время занимает. Поэтому так непросто ответить на вопрос, на собеседование, что ты хочешь, а какой ты хочешь работать через 5 лет. Мы не уделяем себе время, мы не ищем. И есть еще второй важный момент по работе с желанием, что у вас есть какие-то, чтобы когда я как-то клиентке, клиентку свою попросила написать свои желания, она написала, я потом говорю от 0 до 10, напиши, как сильно ты хочешь сейчас бежать и выполнять это, где 10, это ты хочешь вообще вырваться с нашей консультации и очень быстро выполнять. Она поставила почти везде нули и единицы, кроме замужества, рождения ребенка, там десятка стояла. И вот этого мы не производим, шкалирование. Мы желание, потому что разные уровни желаний есть. Хоть какой ты должен быть ориентир, вообще насколько сильно я хочу. Если это на четверку где-то, что мне привнести туда, чтобы мне хотелось больше этого делать. Чтобы, как знаете, я вот в соцсетях, раньше, для меня было полтора года назад лайк поставить, я прям сидела, очень долго медитировала, прежде чем первый лайк поставить. И мне очень не хотелось выкладывать эту информацию про себя, еду, еще что-то. Но я понимала, что для моего развития мне нужно. И тогда я начала привносить какие-то смыслы для себя, что да, я решила, что там будет только полезный контент, что он будет связан с темой мотивации, с темой карьеры, что я буду делиться очень большим количеством информации. Это никакой воды, это только примеры, практические диалоги будут. И тогда мне стало легче, потому что там не нужно никакой еды, воздушных шариков. Я сделала привлекательной для себя задачу. И еще я себе дедлайн установила. Ну, не дедлайн, я запартнерилась с людьми, которые требовали с меня это. Но это мотивация страха. Я много экспериментировала с мотивацией, ставила деньги на кон. Да, я себе говорила, что если я выполню задачу, я прям пять тысяч беру и сжигаю. Вот, я проигрывала эти деньги. Это, да, можно там спорить, нужно, не нужно это делать, но меня в свое время очень хорошо продвинуло. Решила, что я там свою базу увеличу с 300 до 1000 подписчиков. Я понять не имела, как. Я поставила 10 тысяч рублей на кон. Я с этой мыслью ложилась, я с этой мыслью вставала. Я сделала очень много крутых действий, которые я никогда не делала. И страх, он работает. Да, почему бы не поэкспериментировать, когда ты пытаешься себе инструкцию составить, а что работает для тебя? Да, почему бы нет? И есть там еще пару моментов. Ну, хочется, во-первых, зафиксировать, что мы — это шаблон, набор шаблонов поведения. Шаблон поведения зависит от наших знаний, навыков, личностных характеристик, мотивов, страхов, страхов физического, эмоционального состояния и наших убеждений. Мы хотим какое-то новое знание получить. Мои клиенты говорят, что пойти поизучать, чтобы потом мне пойти куда-то работать. Ничего не изучай. Не изменит это зачастую. Мы пытаемся через знания влиять, потому что есть наши страхи, есть наши ограничения. Вот с этим разберись сначала, самооценкой сначала поработай, а потом будешь уже там знания нанизывать. И у меня есть друг, знаете, он очень хочет желтый Порш. У него есть семья, дети, у него нет квартиры, они живут на съемной квартире, и все, конечно, говорят, что ты дебилка. Вот, не стесняются в выражениях. Когда он мне озвучил свою идею, я сказала, что это отличная идея. Я увидела горящие глаза, и я, конечно, говорила, что, конечно, да, потому что с такими горящими глазами он заработает не только на желтый Порш, он заработает на квартиру. Ни в коем случае нельзя снижать эту энергию. Поэтому, если какой-то человек вам подойдет, вообще-то сумасшедшие идеи, ну, я за то, чтобы говорить «да» этой идее, и за то, чтобы не угасать эту энергию. Ну, так мало людей вы видите заряженных, когда есть вот это, пусть оно вам окажется полным бредом, скажите «да», пусть идет, действует по пути, что у него точно хорошее получится. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Угу.